Сегодня сусветный день бороться с цукровым диабетом. В Гомельской области такой диагноз имеет 45 тысяч человек. При этом больше захворило усталым взрослым, и, как лишать медики, это следствие неправильного лада життя. Как живут с солодкой хворобой? Доведалась Наталья Игнатенко. Цукровый диабет является одним из наиболее распространенных захворываний. Каждый год в свете количество хворых повеличивается вдвоя. Неправильное харчование, низкая физическая активность, хронический стресс ведут до того, что сегодня диабет лечит хворобой и ладу життя. В Гомельской области асенсивно контролировать узровень цукру в крови вымушены каждый тридцатый жихар в области. На самой справе реально хворых на диабет значительно больше. Недух может протекать завуалированно, и человек часом даже не догадывается об им. Сахарный диабет является одним из основных неинфекционных заболеваний, которые говорят как об эпидемии. То есть понятие эпидемии мы в основном подразумеваем инфекционные болезни в первую очередь. Все сразу при слове эпидемии думают о чуме, холере, туберкулезе. Вот сахарный диабет в отношении заболеваний неинфекционных распространяется сейчас с большой скоростью. С каждым годом у нас все больше и больше. Снижение выявления пациентов с диабетом мы не наблюдаем. Диабет бывает двух типов. Первый возникает из-за недостатков гастворения властного инсулина. Развивается переважно у детей и подлетков. Им необходимы штатные уколы инсулина. Диабет другого типу сустракается переважно у дорослых людей и тех, кто покутает надлустение. В данном случае человек может обходиться без инъекций. При современном развитии медицины цукровый диабет не присутствует. С диагнозом можно жить полновартос на долгие годы. Коли притрымливаться диеты, примать потребные леки и не отмавляться от физических нагрузок. Даниле Горбатовскому зараз 13. Коли хлопчику не спаунился ящей двух годов, мать доведалася про диагноз. Одразу был шок. Про час приняли усе, как есть и поступово научились уживаться с хворобой. Хоть гэтага слова «хвороба» у семьи Горбатовских стараются позбягать. Мы уже как бы 11 лет справляемся. Ну и внушаю Даниле, что это, хотя он уже сам понимает, что это образ жизни. Это как бы, как за границей считают, не болезнь, а образ жизни. С этим люди живут. Главное вовремя колоть, мерить, кушать. Глюкометр и специальные шприцы у семьи Горбатовских завседы под рукой. Каждый день Данила коле инсулин с допомогой специальных полосок самостоянно проверяет взрывен цукру в крови. И ведет такие же активные ладжиття, как и ровесники. Захопляется семиклассник хокеем на траве и по-доброму заздростит сябрам, которые в перепынках могут есть и все, что заугодно. У его семьи дохарчеванне свое ставление. Считаю углеводы и ем йогурт. Скорее уже вошло как образ жизни. Буду жить с этим дальше. Больше как 30 годов в Гомеле деяничая громадское объединение «Дитячий диабет». Организация допомогает таким же, как Данила, детям. Забеспечивая сродками самоконтролю и медицинскими препаратами. Организовывая экскурсии и познавальные поездки. Содейничая у оздоровления и проводить эдукационные занятки. Городское объединение начало свою деятельность в 1985-м. Тогда ж у Беларуси это была первая организация, которая заявила об намеры так масштабно допомогать хворым на диабет. Зараз на улику Гомельской городской организации «Дитячий диабет» находится больше 700 детей и подлетков. У тем улику и дети, которые застались без опеки батьков. У нас со всеми партнерами очень долгосрочные программы и проекты. Мы ведем школу диабета для вновь заболевших, где ведут мамы, врачи, у которых дети болеют. Здесь много разных кружков. У нас кружок английского языка, который ведет наша девочка, которая с трех лет болеет диабетом. Кроме того, у нас очень тесные контакты с нашей православной церковью. Мы организация городская, но мы оказываем помощь и всей области. Не в полном объеме, но кто к нам обращается. С цукровым диабетом можно жить полновартосно многие годы, али больше комфортно быть свободным от хворобы. И коли генетичную схильность мы не в силах зменить, то то, что залежит от нас самих, просто. Профилактика – самый короткий шлях до здоровья. Когда стала гаузрасту быть бадерым и активным, нужно отмываться от шкодных звычек, больше рухаться и споживать здоровые продукты. Наталья Игнатенко, Валера Ихапанько, телерадуя компания «Гомель».